11-классники Роман Семенчук и Кирилл Станиславец пришли для того, чтобы зарегистрироваться на централизованное тестирование. Роман хочет поступать в Академию МВД, а Кирилл в Брестский Государственный Технический Университет. Впереди ребята ожидают два предмета в рамках централизованного экзамена, который состоится 14 и 21 мая, и дополнительный предмет в рамках ЦТ. Для Романа это обществоведение, для Кирилла – английский. Буду сдавать русский, английский и обществоведение. Готовился с репетиторами, ну и сам еще дома, получается, прорешиваем. Также учителя помогают. Сдаю математику русский и дополнительно английский. Хочу вообще поступить на таможенное дело. Новый факультет открылся, как раз-таки набирают. И, ну, показалось очень интересным. Для всех тех, кто не сдает в этом году централизованный экзамен, но собирается поступать в ВУЗ, сохраняется практика прохождения трех ЦТ. Я заканчиваю колледж бизнеса и права, поступаю на заочное обучение полное, на бухгалтерский учет. У меня специальность программиста вообще, а поступаю я на бухгалтерский для, ну, скажем так, двойной специальности, чтобы было больше направлений для работы. Для того, чтобы зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования, необходимо либо прийти в пункты регистрации, либо сделать это в электронном виде на сайте РИКС. При себе поступающий должен иметь документ либо копию документа удостоверяющего личность. До 1 июня абитуриен должен забрать пропуск. Те, кто заполняет электронную форму на сайте РИКСа, смогут сделать это в пункте прохождения ЦТ. Остальные лично в пункте регистрации. Только после получения пропуска регистрацию на ЦТ можно считать завершенной. В этом году есть, так скажем, нововведение, что если абитуриент, ну, по каким-либо причинам, так скажем, опять же, уважительным, он не может прийти для регистрации. Родитель берет ксерокопию своего паспорта, берет ксерокопию паспорта ребенка, свидетельство о рождении и приходит его регистрирует. Ну, опять же, я здесь обращаюсь к родителям, как говорится, да, то есть, ну, пусть дети сделают сами, это был первый взрослый шаг. Почему? Потому что, чтобы мнение родителя ребенка совпадало, потому что, чтобы не было такого, что мама зарегистрировала на физику, а ребенок хотел вообще на географию, как говорится, да, то есть, все-таки он в итоге будет абитуриент ребенка проходить ЦТ, и, соответственно, чтобы не было каких-то таких вот разногласий. Местом проведения централизованного тестирования в нашей области станут площадки университета в Бресте, Баранович и Хапинске. Первым предметом централизованного тестирования станет белорусский язык. Завершится же ЦТ 4 июля Всемирной Истории. Резервные дни для тех, кто по каким-либо важным причинам не смог явиться на ЦТ, станут 11, 13 и 15 июля. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 1 по 6 июля. Время начала ЦТ в основные и резервные дни – 11.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова